Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных отчетах, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря снова блок макроэкономических данных из США. Это динамика личных доходов и личных расходов. Эту статистику мы ждем в 12.30 по GMT. Далее в 14.00 по GMT Мичиганский индекс потребительских настроений и потребительского доверия. Но в свете тех релизов, которые мы разбираем и анализируем уже последние три недели, начиная от отчета по инфляции и заканчивая в целом динамики промышленных индексов и индексов активности в сфере услуг, нет никаких сомнений, что сегодня мы увидим тоже сильные цифры, хорошие показатели, которые добавят уверенности тем, кто ждет каких-то дополнительных действий по ужесточению американской монетарной политики непосредственно от Федрезерва. Сейчас это очень актуальные ожидания, потому что заседание ФРС состоится уже на следующей неделе. К нему нужно готовиться, потому что оно точно станет источником по улучшенной волатильности доллара. И я надеюсь, что реализуется сверхамбициозный целевой ориентир и прогноз, который предполагает рост индекса доллара выше 107 пунктов. Сейчас инструмент торгуется на отметке 106.38, хайп был 106.75. Мы немного не дотянули вчера до целевого ориентира. Но, учитывая тот фундамент, который сложился, я думаю, что доллар получил еще больше поддержки, которую он продолжает копить уже в течение длительного периода времени. Просто остается ждать, друзья, когда разовьется вот эта восходящая динамика. В конечном счете мы увидим тестирование указанного сопротивления и закрепление потенциальной инструмента еще выше. Напомню, если вы забыли, факторы, которые продолжают поддерживать позиции доллара. Это общая ситуация на рынке казначейских облигаций с показателем доходности десятилетки. Для меня это лучший индикатор вообще отношений инвесторов к этим облигациям. Сейчас держится в районе 5%. Ну, если быть точным, 4.86. Хотя я думаю, что можно слегка округлить, потому что в целом эти облигации буквально несколько дней назад практически касались данного ценового рубежа. По поводу геополитики. Это новостной фон, который остается тоже крайне актуальным. Вроде бы как несколько дней назад были признаки деэскалации напряженности. Было очень много заявлений от стран, многих стран, о том, что они пытаются найти дополнительные способы дипломатического регулирования конфликта. Но, к сожалению, последний комментарий Нитиньяху в телевизионном обращении о том, что Израиль продолжает готовить наземную операцию. Все это, конечно же, вернуло градус этой напряженности на рынке. Все допускают, что может быть расширена география участников. И этот конфликт способен выйти на совершенно другой уровень со всеми негативными последствиями. И в этом случае я еще раз обращаю ваше внимание, друзья, что какими бы инструментами вы бы сейчас не торговали, вы должны в своем портфеле разделить все активы на те, которые вроде бы как тянут на статус защитных и те, которые нет. Поэтому, если вы внимательно следите за новостным фоном, вы должны понимать, что при определенном развитии событий на рынке снова начнется ажиотажный спрос именно на защитные инструменты. Поэтому все рекомендации, которые я отдаю в последнее время с именно акцентом на ближневосточные риски, они учитывают эти риски и вам подсвечивают, что сейчас лучше работать прежде всего с защитными инструментами. Перспектива ужесточения американской монетарной политики, об этом я уже говорил, причем, вы знаете, меня бы даже устроили заявление Павла на предстоящем заседании о том, что ставка останется высокая в течение длительного периода времени. Это тоже можно будет интерпретировать как продолжение жесткой монетарной политики. Но если будет согласовано повышение ставки хотя бы раз еще на ближайших заседаниях, это будет прям совсем уже победа для покупателей доллара, потому что в этом случае 10-летний трежис точно перевалит за 5% и окажет еще большую поддержку доллару. Макроэкономическая статистика. Вчера мы были полны оптимизма, хотели увидеть и планировали эти очень сильные цифры, но в итоге фактически показатели превзошли даже самые смелые ожидания. В ВВП США в третьем квартале вырос на 4,9%, в квартальном украшении, разумеется, прогноз предполагал рост на 4,2%. Первичные заявки на пособие по безработице 210 тысяч, чуть выше, чем мы видели в последние несколько недель, но все равно в районе 200 тысяч. Я думаю, что в целом можно говорить о том, что сектор на основании данных индикаторов явно прогрессирует, сектор в рынок труда. Заказы на товары длительного пользования здесь тоже значительный рост, плюс 4,7%, прогноза 1,5%. И уж совсем это значение кажется астрономическим 4,7%. Если вспомнить, что два месяца назад показатели роста по заказам составила 0,1%. То есть сейчас американская экономика опирается на сильные макроэкономические данные, и судя по всему, эти релизы подчеркивают, доказывают, что экономика США полностью адаптировалась к повышению ставок. Я не вижу преград для дальнейшего роста доллара, о чем, собственно, уже говорил. Золото 1987 долларов за трость-консуль. Совершенно не удивлюсь, если сегодня, либо с открытия в понедельник, в случае ухудшения новостного фонда на Ближнем Востоке, мы окажемся значительно выше 2000 долларов за трость-консуль. И, в принципе, это мои целевые ожидания, но я больше сфокусирован сейчас на динамике индекса доллара. Доллар иена 150.22. Мы пока эту валютную пару не трогаем, потому что есть высокая вероятность интервенций. Кроме того, сегодня вышли данные по индексу потребительских цен в Токио. Показатель вырос с 2,8 до 3,3%. Рост инфляции, я надеюсь, когда-нибудь сможет заставить банк Японии отказаться от мягкой экономической политики. В этом случае смена вектора денежно-кредитной политики может стать причиной долгосрочного укрепления японской иены. Мы обязательно поймаем этот момент, но это не сейчас, друзья. Поэтому лучше оставить пару покой. Мы на ней ранее заработали. Американский фондовый рынок S&P 500 4178 пунктов. Цель 4000 остается актуальной. Евро против доллара 1.0564. Собственно, разбираем итоги заседания Европейского Центрального Банка. Это событие стало источником, безусловно, повышенной волатильности евро. Но мы рассчитывали на то, что все-таки европейская валюта окажется значительно ниже тех уровней, на которых торгуются сейчас. Я думаю, что из-за слабости именно общеэкономической, из-за просадки индексов активности еврозоны, из-за рецессии в Германии, конечно же, Европейский Центральный Банк не мог позволить себе ужесточить монетарную политику. В ходе сопровительных заявлений мы получили сигнал, что ЕЦБ признает наличие рисков будущего рост инфляционного давления, но все-таки также констатирует факт текущей действительности и признал то, что инфляция снижается устойчивыми темпами. Я надеюсь то, что риторика не изменится. Представители Европейского Центрального Банка в ближайшие недели и месяцы и ЕЦБ больше не пойдет на повышение ставок. Лагард в целом не коснулась темы. Повышение процветной ставки обошла стороной. Обычно, как мы помним, всегда было довольно щедрое заявление о том, что мы готовы дальше повышать ставку. То есть Лагард тоже против идеи дальнейшего ужесточения политики. Ждем по евро снижение ниже отметки 1,05. Фунт против доллара 1,2134. Последний опрос Сити от Югофа, что какой может быть инфляция в перспективе нескольких лет, пяти лет и десяти лет. И большинство жителей Британии уверены, что инфляция останется выше целевого ориентира в 2% даже через 10 лет. И это как раз к вопросу о том, что экономический спад в Англии может стать самым затяжным в новейшей истории и, в принципе, продлится как раз вот эти 10 лет. Пока что шорт по британской валюте актуален и я жду тестирования поддержки 1,20. И рынок нефти без изменения ближневосточной риски в любой момент могут вытащить котировки выше 90 долларов за баррель. Текущие цены 88, собственно, где мы были и вчера. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!